88-го года рождения, победительница чемпионата России, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года, участница Олимпийских игр. И ее соперница из Бразилии, Мария-Барбара Дос Санто. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Итак, все готово к началу. Саадат Долгатова у нас в красном углу. Мария-Барбара Сантос в синим. Саадат представляет Россию, болеем за нее сегодня. Мария-Барбара Сантос представляет Бразилию. Не холдю. Не холдю. Не холдю. Еще раз. Что касается Олимпийских игр, я уже говорил, что Саадат участвовала в них в этом году. В одной шестнадцатой финала проиграла со счетом 1-4 девушки из Таиланда. Байсон Манекон. Итак, поединок начинается. Саадат идет вперед, выбрасывает джеб. И вот Сантос готовится ее встречать. В правосторонней стойке работает Мария. Ну и здесь, конечно, нужно заходить сейчас за переднюю ногу Саадат Долгатовой. Атаковать больше левым, боковым. И пробивать правый кросс. Либо в корпус, либо в голову. Ключевые удары, которые нужно иметь в своем арсенале. Саадат Долгатовой для победы. Зачастую, когда левша против правши сражается на ринге, мы видим, что они наступают друг к другу на ноги. Именно потому что вот этот контроль положения ноги, он очень важен в поединке против левши, если ты являешься правшой. Кто заступает за переднюю ногу, у того есть преимущество в ударе боковым. Левым как раз, вот что сейчас как раз и демонстрирует Саадат. И также кроссом. Вот еще один боковой с правой руки, но натыкается на встречный. И как правило, те боксеры, которые это понимают, которые целенаправленно хотят контролировать положение ног, передней ноги в особенности, они наступают друг к другу на ноги именно из-за этого. Потому что хотят иметь это самое небольшое преимущество. Положение на ринге. Которое может стать решающим в поединке. Есть удар. В корпус и перевод на голову. Хорошо отработала сейчас Саадат Долгатова. Продолжает идти вперед. Боковой удар. Удар попыталась Саадат выбросить. Что касается Олимпийских игр, кстати, я помню, как выступала Саадат Долгатова. И ей тогда не хватило именно напора. И комбинационной работы. Мы видим, что она любит очень вкладываться в каждый удар. Что, кстати, неудивительно, с учетом того, какой регион она представляет, она из Дагестана. Там всегда боксеры славились своей мощью, своим напором, постоянным давлением, которое они демонстрируют на ринге. Вспомним того же Гамзата Газалиева, нашего чемпиона. Чемпиона. В Красном углу линга готовится к продолжению боя мастер спорта международного класса Саада Долгатова, Россия. Во всего 88-го года рождения, счет боя мастер не ведет и является неоднократной чемпионкой в России. Серебряный призер чемпионата мира 2014 года. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года. В участии Олимпийских игр в Токио. Ну что ж, смотрим сейчас наиболее яркие моменты. Пока девушки отдыхают. Поединок возобновляется. И тут же Саадат идет вперед. Начинает прессинговать. Но мы видим, что активизировалась Мария Сантос во втором раунде. Понимает, что нужно сейчас ей забирать этот отрезок боя. При этом пока она сама не зашагивает за переднюю ногу. Но ей нужно именно закручивать влево, чтобы уйти от сильной руки Саадат. Я имею ввиду от правой, естественно. Тут же клинч. Главное, это не устать Саадат Долгатовой. Потому что если она видит, что она вкладывается в удары, а это никакого успеха не приносит. По крайней мере, так было на Олимпийских играх. Взвинтить темп тогда у нее не получилось. Но первый раунд, я думаю, что остался все-таки за Долгатовой. Вот снова она бросается вперед, попыталась достать. И есть несколько ударов. Здорово атакует сейчас Саадат Долгатова. Тут же клинч. И из клинча выходит Мария Сантос. Мы слышим, кстати, бразильских фанатов, которые находятся на трибуне. Но это именно команда. Они болеют, переживают за свою соотечественницу. Но мы знаем, да, бразильцы умеют болеть. По-настоящему. И никого никогда не стесняются. Ну что ж, поединок продолжается. Саадат занимает центр. Выбрасывает правый кросс. Попыталась закрутить за переднюю ногу. Вот попадает. Попадает здесь представительница Бразилии. Рвется вперед Саадат. Вновь комбинацию нам показывает. Из нескольких ударов достает корпус и переводит на голову. Есть еще один удар. Попыталась пробить сейчас с правой руки. Пробивает великолепно Саадат Долгатова. Раунд завершен. В синем углу ринга готовится к продолжению боя. Представитель Бразилии Мария Сантос Барбара. Фоксер 90-го года рождения. Счет боя не идет. Фоксер 90-го года рождения. Секундс аут. Итак, поединок продолжается. Фоксер 90-го года рождения. Фоксер 90-го года рождения. Ну что ж, заключительный раунд. Раунд для Саадат Долгатовой и Марии Барбары Сантос. Во втором раунде сделала определенную работу Барбара Сантос по сдерживанию Саадат на дистанции. И пыталась она уходить с линии атаки. Временами получалось. Посмотрим, что сейчас будет. Идет вперед Саадат. Вбрасывает джеб. Но пока она находится на том расстоянии, на котором ей не достать. Здесь либо нужно комбинацию проводить из нескольких ударов и прорываться на ближнюю дистанцию. Например, с маятником или подшагивая. И уходя, смещая голову с линии атаки. Либо скрываться за блоком и подходить напрямую. Вот здесь нужно резать угол сейчас Саадат. И поджимать соперницу. Не отпускать ни в коем случае. И Саадат это делает. Но тут же посмотрите, как разворачивается Барбара. Сантос понимает, что нельзя оставаться у канатов. Поединок продолжается. Боковой удар проходит у Саадат. Нельзя отпускать. Вот сейчас нужно продолжить. Нужно продолжить атаку. И уйти, сместиться влево. Не отпускает Саадат Долгатова. Продолжает гнуть свою линию. Несколько ударов наносит. И тут же клинч. Мы наблюдаем. Поединок продолжается. Выбрасывает боковой. Сейчас Саадат Долгатова. Есть двойка. От Барбары Сантос. Попадает она сейчас. Точно в голову. Саадат стал останавливаться. Сказывается усталость. Функционально проседает. Но, опять же, тот задел, который она сделала, я думаю, что его в любом случае должно быть достаточно. Остается буквально 30 секунд до конца. И ничего существенного нам пока Барбара Сантос не продемонстрировала. Были определенные у нее успехи во втором раунде и в третьем тоже. Первый абсолютно точно был ей проигран. И боковой удар выбрасывает здесь же Мария. Подсаживается Саадат. Рефери делает замечание. Боковой удар в исполнении Долгатовой. Идет она вперед, нарывается на встречную атаку. Раунд завершен. А вместе с ним завершенный поединок. Сейчас судьи определяют победителя встречи. Но, я думаю, что нам всем понятно, что Саадат Долгатова этот бой выиграла. И выиграла уверенно. В этом бою победу единогласного решения Сунии одержала. Поздравляем Саадат с этой победой. Она чемпион мира. Саадат с этой победой. Саадат с этой победой.